Тарас Бульба, Паночка, Манилов и Собакевич. Узнаваемые образы гоголевских персонажей в работах Владимира Кузнецкого отражают характер героев и даже их социальное положение. Помимо графических листов на выставке представлены бронзовые барельефы и скульптуры. Вообще, проект «Внешний смех и тайный плач» изначально был вдохновлен художником Петром Баклевским. Будучи уроженцем села Елшина, Рязанской губернии, именно он создал знаменитые графические образы героев мертвых душ и ревизора. Наше обтечение с Владимиром Михайловичем как раз состоялось благодаря Петру Михайловичу Баклевскому. Были юбилейные даты, посвященные Баклевскому, было обсуждение того, как должно звучать это имя на Рязанской земле, были идеи о будущем памятники, они звучат и сегодня. И замечательно, что сегодня член Союза художников Москвы, человек, который прошел очень большой путь и представляет плоды своего творчества. Мостик из XIX в XXI век. Так окрестили выставку сотрудники музея-заповедника. И действительно, несмотря на то, что работы выполнены нашим современником, мастер использовал традиции гоголевского времени. Гоголь – это человек космического полета. И я думаю, что он в этом отношении мучает не только те, кто проживает на родине его, в России, он мучает весь мир, по сути дела. Мы знаем, что он переведен практически на почти все ведущие языки мира. И его полеты, они, в общем-то, не ограничивались Россией. Он постоянно как бы путешествовал. Италия, Франция, Германия, во всех странах он оставлял после себя шлейф. Половину своей жизни Николай Гоголь провел в путешествиях и поездках, оставив свой след в каждом из городов, который посетил. И даже спустя два века проблемы, которые писатель затрагивал в своих произведениях, остаются важными и злободневными. Именно поэтому современные авторы порой делают их центральной темой своих работ. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».